на самом деле может быть это и к лучшему что мне дали скутер но что-то в пределах там не знаю 200 кубов хотя хрен его знает также бы на 400 куб сел бы прокатился бы не знаю километр все и нормально и привык эти камни дороги это не есть хорошо на 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 деда у меня стильный фэшн из май про фэшн думал чего напяли тапочки или кеды решил все-таки кеда напяли ты кого знает пока вроде нормально так чуть-чуть жарко тапочки могут шлепнуться а если тапочки шлепаться стоит вообще плохо надо быть разворачиваться искать там куда они укатились улетели такой сиденье у скутера мягко по строению с битом но подвеска гавана поэтому сиденье всегда не спасает подвеска тут прям для таких гладких дорог я думаю скутеры пипец долго ходят потому что их никто не мучает есть негде просто разогнаться прям сильно он 40 километров в час максимум я не знаю 60 больше ехать максим 80 80 прям очень верхушка больше 80 никто здесь не поедет причем нигде может только русские какие-нибудь которые приедут сзади скутеры у нас поэтому скутеры здесь бегут он 227 тысяч а не вру вол почему 227 22 2000 переклинило меня я уж обалдел тоже увидел 22 701 километр хотя на 227 тысяч для скутера но кто его знает может там перетряхнули пару раз с него не ничего без основательных замен так просто открыли посмотрели там почистили может поршень перекинули на новый но двадцать две тысячи двадцать двадцать три тысячи на этом скутере у него все что страдает это вариатор но вряд ли он как бы каждый тысячи загрузиков он так едет не то что прям вообще ушатанный скутер но он такой более-менее нормальный но прям жестко он не дергает даже если прям до конца дать он такой вов больше станут так на расклеиваете будет тот сидеть смотреть думать да давай крутанил так гашетку не хрен там был на таком асфальте принципе можно а чуть вперед выезжаешь там какая-нибудь пыль или камни на пике вообще пофигу на пике можно не отпускать здесь газ потому что у него резина злая и пит если сносит ты его в любом случае удержишь ты когда на пике катаешься там не знаю по грязи по говну у него только и делают что сносит а тут нет тут скутер у него жопа массивная у него двигатель сзади все у него сзади впереди у него только вилка да колесо больше ничего нету поэтому если скутер попу носит ее потяжелее будет удержать чем у бита все равно не так тяжело поэтому топить здесь хотя вот эти места не уж привыкли ко всему на свете на 40 едут над ножки растаясь в вентиляции было вот это все это да До отказа ручка. Нельзя сказать, что он прям жарит. Ручка до отказа была. Как 50-кубовый едет. И он просто уставший уже такой 23 тысячи. Будет для того, чтобы, если кто-то впереди ехал, не вылетел резко, а знал то, что здесь кто-то едет. Все, нормально, камерой снимает. Обалдеть, красота. Это не Москва. Даже не область Москвы эта. Пипец, это Вьетнам. Ручка здесь на скутере прям вообще легкая. Чуть-чуть ее нажимаешь, он... Ну, не то, что прям чуть нажимаешь, он едет. Тут люфт вот есть. Но... Вот ее прям, она легко-легко крутится. У меня на пить она прям пожестче. И карбюраторы разные. И пить все-таки 140 кубов, он гораздо злее, чем этот скутер. А весит он столько же. Деревенька от местных жителей. Как деревенька? В деревеньке мы вчера были. Ездили в доклад. Там катались на слонах, плавали на лодках. Питона там местные кормили уткой. Кинули им утку, он ее задушил и съел. Вот. Что там еще делали? Кофе там... Он необычный. Он необычный. Его собирают сначала, потом этими ягодами, там и фруктами разными. Кормят слонов. Потом слоны идут в туалет. И получается вот этот вот кофе. Он на самом деле очень вкусный. Он как это, как шоколад какой-то. Нормально. По нему так и не скажешь. Причем пахнет от него гораздо сильнее вот именно кофе, чем от московского кофе. Московский кофе, если его крепкий заварить, он прям горло режет. А этот нет. Он чувствует, что он горький, но он не режет прям так сильно. Классный серпантин. Ямка. Есть. Шея отвыкла уже от шлема. Капец. Куда я качусь? Шея отвыкает от шлема. Хотя здесь жарко, такой расслабленный прям. Работает только там руки на инстинктивном уровне и голова. Сидишь, как-то табуретки расслаблены весь. Тут хоть что-то есть между ногами. А то бы вообще как-то сидел на таком тырчике. Снимает сегодняшнее. Кстати, заметил за собой еще на пите то, что левые повороты лучше даются, чем правые. То есть, если прям класть мотоцикл, то левые повороты легче даются. Наверное, связано это с тем, что когда катаюсь, чаще налево поворачиваю. Не знаю. Скорее всего, с этим и связано. То есть, как бы на левых поворотах ты прям его положить можешь очень сильно. А на... ой, наоборот на... а, да, на левых поворотах ты его можешь прям очень сильно положить. А на правых ты как бы его кладешь, но не до такой степени. О, жарко. В жопе и яйцам жарко. Так, наверное, на спорте с коленочкой поворот. Не, ну скутер он вообще не открывается. Как бы едет, да, прикольный, но не открывается. Нет такого, чтоб ты прям газ дал, так вууу и открылся тебе не... Хотя смотри какой скутер, есть скутеры которые похлеще Их много, но вот этот скутер он прям так не открывается сильно Ого Что-то я отыкнул, надо было оборачиваться постоянно Вот на такие бы я экскурсии постоянно ездил А то на автобусе ездили мы, пять часов туда таскались Пять часов когда с экскурсии ехали, на следующий день оттуда ехали Это вообще убийственно Вообще если какой-то аппарат очень мощный брать Там хотя бы 250 кубов Это вообще нормально Вот до отсечки ручку Я вот думаю как можно Как можно ездить отдыхать со своим мотоциклом Именно на самолёте То есть я знаю, что как-то через паром можно А на самолёте можно как-то Было прикольно, если бы они как-то самолёт мой мотоцикл в самолёт грузили Снимает камера Сейчас чуть-чуть побыстрее стали ехать Она вроде начала нормально снимать И перегреваться Да, после этой поездки я понял то, что я хочу Искать такие страны И проситься отдыхать туда, где я могу без проблем снять мотоцикл Именно мотоцикл, а не скутер И поехать покататься Движение хуже, чем тут в Индии, знаю В Индии там вообще жопа Там просто куйма скутеристов Вот, буду теперь искать Страны, где можно отдохнуть Снять мотоцикл и покататься Летом, я не помню, куда мы поедем, в Грузию По-моему, мы поедем летом Ну как, мы собираемся сейчас в Грузию ехать Вот Будем надеяться, что там что-то перепадёт Тоже обязательно сниму Да даже если не перепадёт, сниму Всё, поехали Аккумулятор я в камеру новый поставил Тот аккумулятор уже, понятно, продержался он Так, если в общем 2.54, а там осталось час двадцать шесть Ну вот, как раз-таки час тридцать он примерно и продержался Камера пипец какая горячая, когда я её достал Просто ад Я ещё думаю, с чем это связано То, что она выключается Перегревается или всё-таки Форматировал карту немножко не так Я представляю здесь на пите вышивать Не, я точно вот, когда я приеду Либо в отель Сегодня уже вечером Либо в Москву Я обязательно узнаю, как На самолёте перевозить технику свою Камера снимает, малая говорит Шесть километров, что ли, осталось Или чё? Там камень какой-то стоял Как надгробный Реальный кайф, прохлата такая Быть адовой жары внизу Тут живности просто жесть сколько Там коровы, слоны Блин, быти какие-то, буйволы были Змеи Ползучие разные Гады Бетоны Курицы Всё, короче, тут есть Малой убирает Конечно, на этом скутере не втопишь Хотя тут, в принципе, его хватает То есть для нынешнего движения Для этих скоростей его вполне хватает Кстати, в камеру В крепление камеры у меня Вот там такие два ушка И у меня одно из этих ушек Чуть-чуть надломилось Это вот прям вчера было Когда до того, как мы в автобусе с экскурсии ехали Я в автобусе что-то мял, крутил её, крутил Нажал слишком сильно И она надломилась И чтобы камера не вылетела Я У меня такая резиночка есть белая Вот Я в крепление ГАПРы прям резиночку эту вставил То есть она как работает Там два таких ушка Зажимаются между двумя пластинами И вот эта резинка Обставляется внутрь ушек И распирает их И они сильнее прижимаются к этим пластинам Тут осторожно Такие повороты Они обычно на этих поворотах На таких прям На которых из-за травы ничего не видно Они гудят прям Чтоб слышно было, что там кто-то едет Сейчас на самом деле Вот я Сколько Ну на экскурсии мы ездили Такси мы часто очень ездили Они очень аккуратно водят В том плане Не то что для себя То есть они Как бы обстанов Всё что вокруг контролируют Товарей не так много Как Должно было бы быть С таким вот движением Хаотичным Но Вот они как-то Мне просто привыкли все уже Не будет этого такого Когда он вот едет И не увидит какой-то скутер Ну может будет Но Это очень редко То есть тут когда они едут Тьфу Едут Они ожидают То что сейчас Никто-то может перестроиться Что-то такое Ну короче Аварий здесь не очень много Аварий есть Но не так уж их много Дорогу здесь раз положили И всё И забыли про неё Потому что ей не отчего ломаться Тут сильных таких перепадов Температур нет Дорога постоянно горячая Но только Есть у них сезон дождей Только если во время Дождей она Ну там какое-то на неё влияние Потому что она там охлаждается Ну там вообще чуть-чуть О, вот и дом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok